Депутаты Госдумы предлагают ужесточить требования по эксплуатации лифтов. Ежегодно неисправные и изношенные подъемники становятся причиной смерти порядка 10 россиян. Трагедия в элитном жилом комплексе «Алые паруса» на западе Москвы стала толчком к масштабной проверке управляющих организаций. Именно они сегодня отмечают за эксплуатацию и обслуживание лифтов. В рейд с проверяющими по домам Наринмара отправилась и наша съемочная группа. Говорите на кнопку, нажимайте, говорите. Руководитель управляющей компании Коми-сервис проверяет связь с диспетчером аварийной службы. Если человек застревает в лифте, он связывается с ним через аварийную кнопку. В доме номер 35-Б по улице Ленина кнопки всех лифтов исправны, а значит житель любого подъезда не останется без помощи. Поломки бывают. У нас круглосуточный диспетчер сидит, оператор принимает и передает непосредственно электромеханику. Идет, в течение 30 минут устраняет поломку. Но у нас не было, чтобы там сутками, чтобы лифты стояли. Управляющая компания Коми-сервис обслуживает 13 многоквартирных домов. В пяти из них есть лифты. 26 подъемников российского производства и относительно новые были установлены в 2005-2009 годах. Срок эксплуатации каждого – 25 лет. И потому поломки случаются нечасто. Два-три ремонта в месяц. Если сломались, то звонишь, они сразу что-то делают. Было такое, что не ломался он, а двери туго открывались. Мы позвонили, все моментально сделали. Проблем никаких с лифтом нет. Тем не менее, проверке, инициированной Минстроем, подверглись все подъемники в городе. Специалисты Госстройжилнадзора, прокуратуры, профильного департамента, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проверили исправность и общее состояние лифтов, а также наличие лестницы на чердак. Планируется проверить 25 многоквартирных жилых домов, оборудованных лифтом. Сегодня проведена проверка в пяти жилых домах, управляющей организацией для которых является общество с ограниченной ответственностью Комиссервис. Итоги проверки анализируются. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Подобные проверки внутридомовых лифтов и газового оборудования проходят сегодня во всех регионах. Их главная цель – предотвратить трагедии, которые уносят жизни людей. По данным депутатов Госдумы, более 28% лифтов в России отработали нормативный срок службы. Жители 22 регионов пользуются подъемниками с износом свыше 50%. В связи с этим законодатели предложили установить персональную ответственность высших должностных лиц регионов за несоблюдение требований при формировании региональных программ капремонта многоквартирных домов. Валентина Чибичек, Александр Дуркин, Телеканал Север.